Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Юрист для вас» мы поговорим о трудовом праве. Я пригласил сегодня к нам в студию адвоката Кристину Аглинды, с которой мы обсудим очень много, думаю, интересных вопросов, которые очень актуальны для очень многих работников в сфере любой деятельности. Давай начнем и поговорим о трудовом договоре. Индивидуальный трудовой договор, как он заключается, какие необходимы документы для предоставления, на какой срок он заключается. И, возможно, при заключении индивидуального трудового договора, необходимо проходить какой-либо процедуры, допустим, предварительной, либо предоставляется какой-то срок для того, чтобы сотрудники себя смогут показать и для того, чтобы работодатель, на самом деле, заключил с ним дальнейший базовый договор. Доброе утро! Расскажите, если мы говорим о том, что, когда работник принимает на работу, соответственно, он должен предоставить какие-то документы, как правило, да, то есть документы о своей квалификации. Такими документами, как правило, что является? Он должен, наверное, предоставить трудовую книжку, которую, кстати, я бы хотел тоже уточнить, потому что есть изменения, какие со следующего года, и, возможно, такая трудовая книжка уже не потребуется. Возможно, какой-то диплом об образовании среднем, либо специальном образовании. Ну и, соответственно, возможно, какой-то испытательный срок должен предоставить сотрудникам для того, чтобы, на самом деле, определить его квалификацию, если он соответствует его уровень знания, соответствует той работе, которая ему предлагается. Ну и, соответственно, заработная плата. Ну, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Recent, codul muncii a fost modificat și sub aspectul că pentru funcțiile publice, de cei care doresc într-o funcție publică să ajungă, trebuie să prezente și o declarație pe propria lor răspundere că nu au încălcat normele privind evaluarea integrității profesionale. Revenind la carnetul de muncă pe care mi-a întrebat anterior Alexandru, începând cu anul 2019, deci din ianuarie, nu vom mai fi obligați ca să prezentăm la angajare carnetul nostru de muncă, pentru că Casa Națională de Asigurări Sociale a început deja practic acest proces îndelungat de a aduna practic toată informația ce ține de acele înscrieri care sunt în carnetul de muncă pentru a forma o bază de date unică, digitalizată, și angajatorii toți vor dispune de această bază de date, nu mai fiind nevoie de a verifica în scriele respective, cum am spune noi, pe suportul de hârtie în carnetul de muncă. В этой ситуации гражданину, который планирует устроиться на какую-либо работу, достаточно будет предоставить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие его квалификационную пригодность той или иной работе, медицинскую справку. Соответственно, когда данные гражданины принимают на работу, данная информация предоставляется в статистику и, соответственно, там уже происходят определенные начисления по его услуге и, соответственно, там другие начисления в пенсионные фото и так далее. Да, да, да. Об этом мы позже поговорим, хотя этот вопрос, я думаю, очень и очень интересен для наших телезрителей. Я бы хотел также уточнить, и, наверное, телезрителям было бы интересно узнать и касательно их детей, либо самому подрастающему поколению, каким образом, допустим, гражданин, достигший 18 лет совершеннолетние, либо не достигший этого возраста, могут устроиться на работу. Должны ли они проходить испытательный срок, какие документы они должны предоставлять, потому что мы понимаем, что в этой ситуации они, молодой человек или девушка, не могут предоставить, значит, двойный билет, да, поэтому, соответственно, другие документы будут предоставляться и, возможно, там, на них какие-то другие нормы действуют. Да, да. 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 много месяцев, скажем, или с опозданием, с большим или небольшим, происходит оплата их заработка. Это может быть, возможно, специально, возможно, не специально. То есть специально, когда работодатель преднамеренно задерживает заработную плату, либо по каким-то экономическим причинам, у него нет возможности оплатить своевременно данную заработную плату для сотрудников. Либо он в авансе оплатит, и кодексом это предусмотрено. Каким образом, если сотрудник, все-таки работник, видит, что, скажем, работодатель преднамеренно не оплачивает каким-то образом заработную плату, либо задерживает ее, оплачивает не вовремя, может быть, частями, и существует задолженность. Каким образом он может защитить свои права в этой ситуации? Да, есть вопрос, которая с конфуна очень много заработная в Ной Република Молдова, и здесь не есть acordата и нового авокаций. Поэтому, в первую, это evident, что он имеет прав, чтобы заработать праву, чтобы получить этот правительный вывесел. Правительный вывесел на заработную 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 porцию. В первую очередь, это важно для заработок, чтобы заработать заработ по-ативству нечтерка. Звучит музыка. и так сказать, что информация о том, что можно было обозревать В этом случае, в том числе, в том числе, оборудовый и в том числе, в том числе, оборудовательного человека, Затем, что не отвечает на зиму, который не отвечает в 10 зимах. В среднем о зиме подплевание и не отвечает за правдой дипломы. В этом случае, если Daarom все равно не отвечает на задание, Проведние зарплаты, всего лишь декабды. Главный закон герой умолчатой сумки 0,3% в течение зав meses за правдой сумкой, которую не была измена за гидрой ангажатор. То есть, в том случае, если работник подал определенное заявление, либо претензию работодателю о том, что последний не выплатил ему заработную плату, то в течение 10 дней он, ну максимум не более 10 дней, дается работодателю для того, чтобы он дал какой-то ответ работнику. В том случае, если проходит 10 дней, и работодатель не дал никакого ответа, соответственно, это считается о том, что сроки, которые указаны в законодательстве, и условия были выполнены. Соответственно, работник имеет право без ответа подать заявление в суд через адвоката или собственноручно, и подтвердив, приложив соответствующую претензию к заявлению в суд. Плюс в судебном заявлении он должен также и помимо зарплаты, имеет право требовать и соответствующие штрафные санкции, предусмотренные законодательством. Да, форте коррект. Хорошо, мы говорим о том, что работник всем всегда должен. Более того, исходя из практики, мы видим, что даже судебная система, как правило, всегда на стороне работника. Но ведь у работодателя тоже существуют определенные права, не только обязанности по обеспечению, допустим, рабочего места и своевременной оплаты, а также оплаты, допустим, всех социальных его необходимых предусмотренным законодательством расходов. Давай поговорим о том, что же должен сотрудник со своей стороны сделать для того, чтобы работодатель смог получать какие-то дивиденды от того, что он нанял этого сотрудника. Допустим, возможно, какие-то обязательства, которые предусмотрены в индивидуальном трудовом договоре, выполнение каких-то обязанностей. Для этого наверняка должны быть написаны какие-то инструкции, которые предусматривают те функциональные обязанности, на которые был принят, и ту работу, которую он должен был принять, и принят на эту работу, и он должен ее выполнять. Соответственно, возможно, какие-то обязательства в виде, допустим, материальной ответственности, если это, допустим, бухгалтерия или кассир, или это завхоз. И в случае, допустим, если при инвентаризации не оказывается каких-то, может быть, денежных средств, либо материальных ценностей, какое несет ответственность работник в данном случае? Продолжение следует... которые требуются делать, обеспечивая регулированной универсии и техницией секретации, потому что фиекарь ангажатор, даже организованные курсы с салариацией, они будут, опять же, облигать для того, чтобы не дать им применение, включая позиция, функция, для того, чтобы университь данные, включая материалы универсии, или, соответственно, а также ангажаторы которые находятся универсии. Говоря о республике материала салариатом, здесь требуется о diversификах, exact как у тебя сказал, Александр, мы говорим про две типы ответа. Мы говорим про о республике материала и про одну, которая является абсолютной, как мы можем сказать, в случае, когда мы имеем о персонаже, мы видим, что это работодатель, что это адъюнкт, или это динамикатор, нашей компании, и так далее, то, что, конечно, у него у него будет плач. Вдите, что это, Есть и о том, что правиле, в этот взгляд, в том числе, где началось все функции для которых агнажатору обрежет, чтобы вставить свой контракт индивидуал для ответа материала, для того, чтобы если внестиг, что в то время дождей, что обрежет о комиссии, которая создавая и оформляет это преодоление, по-другому, что это может быть адройной, и в том числе, в то время, в том числе, беневол не захочет исправить этот преступление, а также, ангажатор, который, соответственно, имеет право адресать в инстанте для акции в инстанте зарабатывать этот преступление материал. То есть, в данном случае, работодатель должен составить необходимые документы, создать комиссию через приказ, законстатировать факт, возможно, там, будут найдены какие-то ценности, которые были похищены, но в любом случае, в том случае, если эти ценности превышают определенный лимит, он может и в правоохранительные, наверняка, органы обратиться для взыскания этих денежных средств или материальных ценностей. Я бы также хотел и поговорить по поводу очень важной и интересной темы, касательно того, вот, предположим, человека взяли на работу за какую-то заработную плату пять лет назад. Пять лет назад, офис-менеджер возьмем, неважно, маркетинг, представитель отдела маркетинга, офис-менеджер, не суть важна. Пять лет назад его взяли там за определенную денежную зарплату. То есть ему дали зарплату там в тысячу лей, скажем. Через пять лет, ведь ничего не стоит на месте, научно-технический прогресс. Развивается глобализация, происходят определенные необратимые процессы и в производстве, то есть компания наращивает определенные мощности и происходит очень большое развитие. Но появляется вопрос о том, что сотрудник, которого нанимали пять лет назад, не развивается. То есть, да, законодательством предусмотрено то, что работодатель обязан постоянно проводить повышение квалификации. Но, если мы говорим вопросы, допустим, бухгалтерии, да, там постоянно выходят новые законодательные инструкции, налоговые инспекции, министерства финансов. И, соответственно, бухгалтерия, бухгалтерский отдел должен постоянно усовершенствоваться. Что касается юриспруденции, ну, юристы, они самообучаемые, они обязаны. То есть, даже в адвокатуре, значит, каждый адвокат должен в течение года повышать свою квалификацию, но не менее, там, 50 часов в год, скажем, да. Но, если мы говорим про отдел менеджмента, мы говорим про отдел маркетинга, мы говорим про отдел, про офис-менеджера. В этой ситуации, каким образом работодатель может проводить какое-то повышение квалификации? Ведь маркетинг, маркетинг – это базовое образование, которое получил работник, из которого он пришел на эту ставку в тысячу лей. Соответственно, не нужно ли, чтобы работник сам повышал свою квалификацию? Ведь через пять лет, если он не повысил свою квалификацию, он остался на том же уровне. То есть производство, оно выросло, мощности выросли, процесс изменился, а работник остался на том же месте. И он получает ту же зарплату. У него же такие же, такие же привилегии, у него такие же требования остались к работодателю. И закон его защищает. В этой ситуации, насколько мне известно, возникают очень много проблем именно на этой почве, что работник не в состоянии, либо из-за нежелания не развивается. Не проще работодателю в этой ситуации просто сократить данную должность и набрать уже через пять лет за эти же деньги нового сотрудника, но уже с прогрессом в пять лет. Насколько я помню, советские времена, допустим, и сейчас это актуально, просто сейчас это почему-то не применяется. Давались, допустим, была аттестация, которая проводилась раз в пять лет, и тестация, которая проводилась раз в год. Сейчас я, как минимум, на производствах, на крупных или более небольших предприятиях такого не замечаю. Не производится, то есть не происходит определенное повышение квалификации. То есть работодатель требует с работника, но как, если работник дорос до своего потолка? Соответственно, если он дорос до своего потолка, он не может дать больше работодателю, потому что он не развивается. Работодатель экономит деньги, не развивает сотрудника. Может быть, сотрудник не в состоянии просто больше развиваться. Соответственно, должна, наверное, создаваться какая-то комиссия, которая бы проводила и показывала квалификацию данного сотрудника и способен дальше развиваться. Или нет? Потому что, если мы возьмем так же, как компьютер, есть компьютер, который можно дальше усовершенствовать, а есть компьютеры, которые там Pentium 1, которые невозможны, и они просто должны храниться. То есть, почему это говорю? Что, на самом деле, нет пределы совершенства. И что ты, с законодательной точки зрения, могла бы, допустим, рассказать телезрителям? Рассказать. Рассказать. Какое слово сомнение cadeево. Рассказать. Рассказать. Гортие, которые завершили в семь, с тобой поставили в артифакции, не знаю, Это, ровно, внезапо, связь. Обязательно, которые, если вы в obese, старые удовольствии роятки, поражают, что развиваются 15 годами, с многомники. Они, И, как это значит, что, мы уже несколько компаний, мы уже сфотируем в контракт индивидуальный отстелы от ангажатор и салариат, где они регламente будут возможности и автодозвольтные и автозвольтные салариатуры, с индивидуя анамины, которые, в курсу или зиму, или в курсу или триместр, семестр, салариат и ангажатору, Время последствия. Время последствия, которое научит и гидральт, и дает возможность в развитии, возникает очень такой и очень vieility. Работа о аналогею с calculатурой которым уже не может быть употребел, я хочу сказать, что в 2015 годы очень важная структура в мунте и, где я думаю, это будет всегда здоровая и каждая. отзывали. В последнее время, пациентство уже готово, которое мы получаем. Рассказывают, чтобы сделать плаву, начать с шпаницей, потому что это уже есть лично, что он уже будет сужить это, чтобы принять эту шпаницу, не будет, если выжить, санкционирование, с возможностью расстроиться, и так далее. Потому что, например, с точки зрения, удачного пациента, которые, по-настоящему, кто может работать с вашим hablобой, или же, не может, и также, в принципе, в основном, с этим, что они не смогут, чтобы выиграть, и в целом, в основном, что они очень-то, с решением этого проекта, и с теми, и с теми, которые уже уже начнут на пенсионаре, которые уже не могут возникать оттуда, как и с теми, с теми, выражая, может быть, продолжать, в continuое, с теми, но в период определенные действия, которые уже не могут быть, в определенную функцию, пост, который будет еще комод такой человек, чтобы совершить эту работу в университете. Мы прерываем с накородкой рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Уважаемые телезрители, мы вернулись в нашу студию. Сегодня в программе «Юрист для вас» мы говорим о трудовых отношениях. Сегодня в гостях у нас адвокат Кристина Оглинда. Кристин, дальше я бы хотел продолжить ту тему, которую мы начали, а именно о том, что допустим, о работнике. Мы поговорили очень много о работодателе и о его обязательствах перед работником, то, что он должен не только перед работником, но и соответственно отчитываться и перед государством. Существует такое понятие и в делопроизводстве, и в трудовом законодательстве определенной инструкции для работников. То есть, насколько мы понимаем, как юристы, что в любом процессе, бизнес-процессе, в любой рабочей структуре, в медицине, везде есть определенная последовательность. Соответственно, когда мы принимаем работника на какую-то должность, на какую-то работу, мы должны ему объяснить, чем он должен заниматься, и последовательность его работы, и что входит в его функциональные обязанности. Ведь из-за неправильной работы сотрудников этот процесс влияет на весь механизм и на всю работу в целом предприятия. А если мы говорим за одного работника, если эта работа неправильно поставлена на все предприятие, соответственно, предприятие не выходит на те мощности, которые оно себе поставило. Ведь в свое время, опять же, возвращаясь к старым, добрым, советским временам, существовал там план на год, на пятилетку, на 25 лет развития. Многие компании развиваются, выходят на какие-то рабочие мощности, довольствуются этим, но не ставят перед собой какие-то правильные стахановские планы. В этой ситуации существует уже давно опыт, в том числе европейских стран и номенклатуры, которые существовали раньше, о том, что все должно быть систематизировано. Соответственно, работники должны работать по определенному алгоритму. Для этого существуют какие-то документы, какие-то инструкции, и кто их разрабатывает, где их можно на самом деле получить, возможно, это трудовая инспекция, либо Министерство трудовое социальное защите предлагает такие услуги. Расскажи подробнее об этом. Да, я хочу сказать, что на нивел национал, мы уже не имеем adoptать о серии инструкций, о серии охотирования, мы имеем номенклату всех функций которые находятся в нашей Республике Молдова. Дескре они любые зарплаты, и урши ангажатор, си поат inclusив информа на Инспекторат национал мунчей, inclusив на Агентие для Окупания Форсии Молдова, и Молдова, 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 и что-то important, а здесь дескфификат, Александр, дупо как у оформляет и ты, да, и в то, импортно, что-то 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 чем более modern бизнес-план, для продукции, во-вторых, решения. И отмечать, для каждого из-за качества, которые были ваканты на компании, замкаться человеком, в соответствии,, соответствии, в том, что, конечно, будет среди привызута, где, в том числе, то есть индивиды, что и в том числе, в том числе, да и все, в том числе, абсолютно, что нужно ее реализировать, на функция respectивая. И в том числе, в этот момент не удобрен, Продолжение следует... производство в различные рамы, которые мы имеем, они работают так как требуют. Многие из них даже под основой страны, что они очень важны для экономии и здесь, конечно, что контролы, это один из-за того, что, 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 то, что, 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 то, что, 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 в принципе, это подтвердилось, если все документы в порядке, значит, соответственно, не страдает качество, как работа самоволятная, так и в целом предприятия. Окей, мы поговорили об многих вещах, но, может быть, стоит поговорить и о таких вещах, как, когда сотрудник приходит на работу, он сразу же должен думать, а как же он будет расставаться с этой работой и с работодателем. Это может быть мирно, может быть не совсем мирно, а может быть очень громко, скажем так, через судебные, возможно, тяжбы какие-то. Что бы ты посоветовал телезрителям для того, чтобы избежать громких судебных процессов и громких расставаний между работодателем и работником? Также я бы хотел поговорить очень важный аспект, возможно, это в этой программе, возможно, в другой, касательно того, что происходит повышение квалификации, о которой мы говорили. Сотрудник, в свою очередь, вкладывает очень много сил, энергии в какого-то конкретного сотрудника, менеджера, маркетолога или специалиста какого-то конкретного отдела. После этого сотрудник уходит по своей инициативе, либо по инициативе работодателя. Но существует понятие как конфиденциальность, которая, в обязательном порядке, прописывается в любом индивидуальном трудовом договоре. Что бы ты, возможно, прокомментировал касательно... Ну, давай начнем сначала, может быть, вопрос конфиденциальности, да? И потом, конечно же, поговорим об том, как нужно правильно расходиться. Легия 9 не indicает, что ангажатору по стабильный термин который не будет употреблять 2 недели, где заработок может быть обязанным на пастыре, inclusive секрету, а секрету для продукции который находится в курсу активности на университете. Но и другие информации важны которые могут afectаться из-за экономики ангажатору потому что кто-то из конкуренции может быть употреблять на этот капитал, ангажатору, который он, который, он, или самарат, а также, что он, то есть очень важно в случае, что ангажатору понимают что компания где-то разворачиваются, что, что, в этой ситуации, что, доказав, что, что, какая либо уточка информации, либо секрет компании, либо ее технологии были, значит, переданы другой компании, соответственно, в договоре нужно, возможно, предусмотреть и, значит, в специальных пунктах именно, возможно, оценить стоимость данной информации в этой ситуации. Окей, а что касается, допустим, расторжения индивидуального трудового договора, допустим, по инициативе работника, либо по инициативе работодателя. Да, об этом, оба субъект, что, что, оба субъектом, как субъектом, оба субъектом, что, в этот момент, и формальности очень простой. Салариатурой начинает при этом, который, но это важно для телесpectателей, потому что, это что будет тратить в интернете, которые, по-прежнему, или в интернете, или по-прежнему, или по-другому, или по-прежнему, или по-прежнему, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По actul Priome Piridacei Да, foarte corect. Transferul de astfel de informații, dar și poate, când vorbim, de exemplu, chiar și de un manager de departament foarte mare, transferarea tuturor celor informații necesare privind managementul corect al acestui departament al companiei, evident că necesită un anumit timp. Și aici legiuitorul nostru a găsit mijlocul de aur pentru a stabli un termen mai mare, pentru ca și angajatorul să poată să identifice o altă persoană care va realiza aceste funcții foarte importante în companie, de care poate ține chiar procesul de producție al ei. Deci, în primul rând, chiar vreau să fac apel la toți salariații și toți angajătorii. Când ajung în momentul că este o concediere la mijloc și nu mai putem fugi de ea, neapărat să apelăm, în primul rând, la instrumentul medierii. Deci, prin intermediul negocierilor, orice salariat și angajator ar putea să rezolve problemele care au apărut în timpul concedierii. Totuși, dacă admitem că nu este posibil de soluționat, prin intermediul negocierilor, această problemă, salariatul, conform legii, are posibilitatea, inclusiv, de a se adresa în instanță de judecată, pentru a șapăra dreptul său. Și aici trebuie să vorbim despre două termeni diferite. În primul rând, legea stabilește că salariatul are dreptul de a se adresa în instanță, într-un termen de trei luni de zile, deci din momentul când a fost lezat dreptul său. Iar în cazul în care vorbim despre un drept care este doar patrimonial, că vorbim patrimonial, deci ne referim doar la bani. Când nu s-a încasat poate salariu, un volum de plin sau și așa mai departe, ne adresăm într-un termen de trei ani de zile, de când dreptul nostru ne-a fost nouălezat. Când vorbim despre concederii legale, nu ne stabilește legea necesitatea de a ne adresa cu o pretenție la angajator. Putem din start să ne adresăm direct în instanța de judecată, dacă astfel considerăm noi, sau dacă astfel, spre exemplu, ne sfătăie poate avocatul sau juristul nostru. În instanța de judecată, este important să avem formulate corect solicitările în celele de chemare în judecată. Și aici salariatul, în cazul în care el consideră că a fost concediat ilegal, cum am dat noi exemplu, el urmează ca să solicite și are dreptul de a fi restabilit în funcția respectivă, are dreptul de a-i fi încasat din contul angajatorului tot salariul pe perioada cât a fost privat ilegal, de a ocupa funcția respectivă, deci cât a fost el concediat ilegal consideră el, și respectiv, evident, are dreptul la repararea prejudiciului moral în cazul în care consideră că a suferit unul, dar și material în același timp. Doar un mic subiect la care aș mai vrea să atrag aici atenție, chiar și în instanța de judecată, este posibil ca salariatul și angajatorul să negocieze, să poată încheia o tranzacție de împăcare, să medieze problema pe care o au. Și în cazul în care, spre exemplu, salariatul înțelege că eu nu vreau ca să fiu un apoi restabilit la acel post de muncă, pentru că poate voi fi discriminat, poate voi fi hărțuit, poate nu voi simți foarte bine. Și atunci, împreună cu angajatorul, pot prezenta în instanța de judecată o tranzacție prin care salariatul îi indică, eu nu vreau să fiu restabilit, dar pentru asta, legea stabilește că are dreptul să încaseze trei salarii lunare medii. Și în acest fel, angajatorul se poate simți poate și mai bine în această circunstanță, de a da cele trei salarii acestui salariat și, respectiv, de a nu fi obligat ulterior să îl restabilească în funcția respectivă. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu cred că noi vînțești necătorul iasnății de la noștri televizorilor. Bărău, foarte interesant să-l găsească cu tăi, Cristina. Mă abiazatelor neșteptăm să-l găsească. Bărău, m-am făcut foarte multe văporiții înseamnă o întrebare de succesa și cum să-l găsească. Noi, pentru că înainteați, foarte obiămă, înseamnă, pentru că, eu cred că, înainte, să-l găsească. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, Уважаемые телезрители, сегодня в программе «Юрист для вас» была приглашена адвокат Кристина Оглинды. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя, всех благ.